Что там существуют теневые схемы, через которые недобросовестные администраторы, которые владеют, но сегодня незаконно владеют многие этими рынками, выводят огромные средства и вымывают из ваших карманов. Вот когда вы это поймете, наконец-то, когда до вас дойдет, вы сюда будете приходить десятками, сотнями тысяч, а сегодня это предприниматели, которые пытаются вам донести всем, что происходит сегодня здесь в городе. Почему администрация города молчит? Почему мы стояли под Одесской областной государственной администрацией для того, чтобы губернатор области выполнил свои конституционные обязательства, взятые на себя? Ну почему он не выполнил их? Почему Одесский городской совет не выполняет то, что должен был сделать? Когда вы начнете себе задавать эти вопросы и начнете считать, какие деньги уходят из ваших карманов, но не приходят в городской и государственный бюджет, наверное, тогда вы только задумаетесь. А сейчас вы не хотите даже об этом думать. Вот чтобы вы начали думать, мы и ведем эту работу. Председатель кооператива Одесская предпринимательная группа Привоз. Наш кооператив создан три месяца назад. Бурные проблемы у нас начались на Привозе около полугода назад. За это время мы неоднократно подавали в горсовет заявления, обращения с тем, чтобы нас приняли во внимание, чтобы нас узаконили на рынке. Поскольку мы стоим на рынке без договоров, платим аренду черным налом в валюте. Наши все обращения и заявления оставались без рассмотрения. Ровно месяц назад мы подали очередное заявление, на которое также не получили никакого ответа. По закону в течение 30 дней нам должен был прийти хотя бы какой-то ответ, хотя даже если он был бы отрицательный. Вот сейчас Привоз, вот эти деньги собрал с кооператива и принес в горсовет. Вот сзади вас находится баннер, это приблизительная схема, как деньги собираются на Привозе. То есть количество денег, собранных кооперативом за месяц, которые мы хотим отдать в бюджет города, превышает ту сумму, которая сдает весь Привоз в месяц. Продолжение следует...